Ловите подборку игр на свежем воздухе, от которых все дети будут в восторге. Для всех нужно 2-3 игрока. И мяч. Это будут вышибалы. Один по центру уворачиваются, другие пытаются подбить его мячом. Лучше брать легкий надувной, чтобы никому не было больно. Познакомим детей с любимой игрой нашего детства – резиночки. Нужна только резинка метра полтора-два, а правила можно погуглить в интернете. И в процессе понять, что мама-то еще ого-го, может и девяточки, и десяточки, и королевский уровень. Потом раз, 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 два, раз, два. Теперь рисуем старт и финиш мелом на асфальте и даем детям новое задание – прийти первым, но лилипутскими шагами. Это когда нога при шаге ставится впритык к другой ноге. Потом можно попробовать гигантскими шагами. Время развивать внимание. Дети напротив ведущего, который показывает любые движения, и нужно сделать наоборот. Например, если у ведущего руки оказались внизу, свои нужно поднять. Если ведущий присел, то нужно подпрыгнуть. Дорожки сухие, вокруг все такое яркое, цветущее и располагает к творчеству. Значит, пора выносить на прогулку мелки и рисовать солнышко, травку, домики и зайцев. Была у нас еще идея пускать и ловить солнечных зайчиков, мы даже зеркальце маленькое раздобыли. Но в этот день солнце наблюдало за нами из-за облаков, играть отказалось. Но вам тоже идея на заметку для другой погоды. А это игра для развития равновесия. Дети друг напротив друга, расстояние между ними примерно 2-3 шага. По сигналу, стоя на одной ноге, вытянув ладони вперед, нужно хлопнуть по ладоням соперника. И так вывести его из-за равновесия. При этом самому не упасть. Кто первый коснется земли второй ногой, тот и проиграл.